всем здравствуйте рада приветствовать вас на своем канале сегодня мы с вами сделаем расклад на тему какие внутренние переживания и чувства больше всего вас беспокоит на данный момент выбирайте пожалуйста позиции и мы с вами сразу приступим и так позиция номер один голубенький камешек видно на какие внутренние переживания и чувства больше всего вас сейчас беспокоит знаете зарождение чего-то нового такое ощущение что вы как будто бы для себя мир открыли заново не знаю какая-то внутренняя искра зажглась вас и вы сейчас как-то знаете вот как загорелись загорелись каким-то желанием загорелись как будто бы не знаю желанием каким-то жить что ли причем жить именно в моменте и здесь знаете какие мне идет ощущение некое такое знаете радости до причем радости от какого-то процесса который уже происходит сейчас не то что предвкушение чего-то что там будущем быть нет а уже сейчас то есть такое знаете ощущение когда вы переходите речку она горная анткая ледяная и на улице день солнце лето и вот вы переходите эту речку в ней есть камешки вот вы наступаете и вода ледяная такая и вас это так будоражит потому что разница в температуре между солнечным жарким таким днем и ледяной водой и вот такое ощущение будоражащие что когда знаете вот вода ледяная и ты заходишь и и дух дух и дух перехватывает вот что-то такое сейчас вашей жизни происходит это очень позитивная энергия это энергия чего-то такого знаете вот вы делаете сейчас совершаете что-то это связано с какими-то конкретными вашими действиями это не не ментал это не представление это не воображение не какое-то чувствование это вот конкретный момент что-то происходит и вот у вас как будто вот так действительно дух перехватывает вам это так и нравится напоминание знаете какого-то ребячество что ли что-то такое здесь есть детская от самого начинания не чувство что долгое время вашей жизни не было таких энергий таких вот обновления то есть были какие-то серьезные такие энергии а здесь ощущение именно от каких-то вот таких новых будоражащих переживаний именно связано с тем что вот вы как будто бы себе что-то разрешили вы разрешили сделать что-то и начинаете это делать и вы получаете вот первые удовольствия от того что что происходит причем знаете с одной стороны есть какие-то волнения но здесь нету сомнений здесь такая знаете есть внутренняя уверенность уверенность в том что я справлюсь чтобы не все получится но вы об этом даже не думаете а вы просто наслаждаетесь самим каким-то процессом но здесь именно вопрос наслаждения не в плане того что он не кайфово какая-то расслабленность нет а здесь вот об наоборот какой-то азарт здесь присутствует адреналин присутствует именно действия движение здесь есть движение здесь нету расслабленности здесь наоборот такая знаете собранность спортивная но она радостная здесь нету такой знаете вот концентрации как перед прыжком да все просчитать чтобы прыгнуть нет сделать рыбок а здесь вот именно вот этот вот момент как я описала когда ты переходишь речку мелкую речку с ледяной водой и ты понимаешь что даже нет не надо понимать что и перейдешь не перейдешь ты просто это делаешь и в процессе именно деланья к тебе вот приходит такие переживания еще какие переживания сейчас внутри вас ну вот аркан звезды вот я здесь какое-то знаете воодушевление я не знаю что случилось какой период или либо этап фазу вы сейчас проживаете но есть какое-то внутреннее знаете хочет сказать ваша внутренняя звезда зажглась и есть вот этим какая-то чистота здесь присутствует но мне показывает знаете как в диснеевских мультиках так знаете как зажглась искра и вот она эта искра виде маленькая такой фигурки и как девочка и вот она прыгает скачет туда-сюда как как светлячок вот какой-то и такие знаете хаотичные вот эти выдвижения но они не бессмысленные в них есть какой-то смысл но вот акцент здесь именно на удовольствие такое бывает знаете когда художник словил воодушевление и вот на этой волне какой-то вот своей музы что ли внутреннего экстаза переживания он начинает творить и вот он рисует до изнеможения до тех пор пока вот он находится именно в этом состоянии иногда бывает так знаете но у меня по крайней мере вот словила какое-то состояние хочу в этом состоянии вот как сейчас сделать именно расклад почему потому что он получается вот как будто бы не знаю живым каким-то что ли вот здесь что-то такое словили какой там какую-то волну и вот вы на этой волне движетесь здесь знаете интересный такой момент что здесь вы делаете минимальные какие-то движения прикладываете усилия скорее всего минимальные усилия но при этом вы получаете большой эффект это связано с тем что вот вы как раз таки вошли в свою волну да и вот вас на на потоках это как птицы они набирают определенную высоту пока они набирают высоту они машут крыльями а потом вот вот этот вот поток славливает и в этом потоке они просто парят вот у вас сейчас идет такое парение единственное что вам нужно сделать это вот правильно балансировать да то есть не создавать сопротивление а просто именно двигаться вот в этом ритме в этом потоке и куда он вас вынесет то есть вам не надо даже думать о будущем кто к чему это приведет какие результаты я получу если вы в таком состоянии что-то создается вам не надо думать как допустим я этот продукт потом продам либо как я буду не знаю познакомились с человеком не надо думать о том как выстраивать с ним потом отношения к чему это приведет нет не просто проживайте потому что здесь это очень важно вы на этой волне можете пойти далеко вот если вы научитесь быть на волне в дальнейшем вам знаете что нужно будет здесь не просто показывают такие знаете переплетения разных потоков идут разные потоки в разном направлении как некая такая сетка вот вы словили одну волну и потом вам как будто бы вы как включились во что-то включились какую-то игру и дальше вам вообще не надо будет прикладывать никаких усилий единственное что вам нужно будет вам вот в этом потоке вам нужно будет из всего пространства выцеплять нужную вам волну нужны вам поток и просто перепрыгивать с одного на другое и таким образом вы будете двигаться по жизни и это вы будете очень успешными если вы будете двигаться в таком формате почему потому что вам не надо прикладывать усилия здесь главное словить нужную волну и потом их менять, то есть перепрыгивать с одной волны на другую, которую вам нужно. Но нужно быть очень внимательным здесь, чтобы знаете, вот между вот этими потоками, как мне показывают, есть пустота. И вам важно не провалиться в эту пустоту, потому что потом вам опять надо будет набирать высоту, да, как птица, которая взлетает. Это слишком энергозатратно, на это уходит очень много ресурсов, ну то есть на это уходит очень много времени. Вот здесь вот важно, важно вам быть фокусированным и внимательным. То есть с одной стороны не создавать такие движения, которые вот именно в этом потоке, они будут ему каким-то образом препятствовать. То есть вот вы вошли в поток, видите, допустим, что волна, она идет направо, вы тоже должны развернуться направо, потому что если вы будете статичны, во-первых, вы можете спрыгнуть с этой волны, а во-вторых, вы будете создавать сопротивление. И вот эти вот сопротивления в физическом плане, они будут выражаться как какие-то преграды, как какие-то трудности, да. Это то, что мы говорим, вот сошел со своего пути. Вот здесь вам единственное, что нужно, вам нужно научиться пилотированию вот этому, да, чтобы быть на одной волне. Окей, вам не понравилась волна, в какой-то момент какая-то цель другая. Вы смотрите внимательно в пространстве, где та волна, которая вам нужна. И потом вам нужно будет перепрыгнуть. Вот там, вот на этот прыжок, на этот скачок, вам нужны будут силы, вам нужна будет концентрация, чтобы полностью рассчитать координаты, как перепрыгнуть с одной волны на другую. Я сейчас говорю, это все метафорично. Конечно же, вы применяете и примеряете это все на себе, но так просто визуально понятно, что вам нужно сделать. Но если мы говорим о тех состояниях, которые вы сейчас переживаете, а это вот прям самый такой, хочется сказать, пик, это вот именно те вибрации, которые вам созвучны. То есть, если вы хотите вообще в своей жизни разобраться, какое вот именно мое рабочее состояние, так вот это вот именно ваше рабочее состояние, вот это вот фоновое состояние, в которое вы должны пребывать. Оно вот прям, вот прям ваше, ваше такое ощущение, прям по вашим меркам, по вашим размерам, там сшито, как будто бы сделано. Это, у меня такое чувство, знаете, вот как будто бы, если бы вам нужно было понять именно принцип, либо смысл вашей жизни, то он заключается именно в этом, находиться вот в этом состоянии. Потому что вам не нужно ни о чем здесь как будто бы думать, ни о чем созидать. И вот вам все приходит, если вы находитесь в этом потоке, на этой волне, вам все приходит, как говорится, в руку, вам ничего не нужно сделать. И со стороны это будет казаться, как будто бы вы удачник, да, поджизни. То есть люди вам могут даже иногда завидовать, если вы находитесь в таком состоянии, что-то вам в руки все пришло самостоятельно. И, а почему? Просто потому, что ваша главная задача находиться в этих вибрациях, находиться в этих энергиях и не падать. То есть вам нужно научиться контролировать свой ментальный план, свои мысли. И вот для того, чтобы управлять этими мыслями, даже не контролировать, а управлять этими мыслями, вы должны притягивать к себе такие мысли, которые помогут вам удерживаться именно на плаву. То есть с одной стороны вам нужно концентрироваться, да, то есть вы находитесь на этой волне, вам нужно концентрироваться на ту волну, на тот путь, на то дело. Не знаю, называйте это как хотите, примеряйте на себя. И вам нужно, первое, это научиться быть концентрирован, сфокусированным на этой волне, чтобы не упасть в нее, чтобы не сойти, чтобы не создать лишние препятствия. И второе, очень важное в этом плане, да, вот чтобы не падать, вам нужно еще параллельно, вот как будто бы себе притягивать те мысли, которые будут, здесь даже не притягивать мысли, а здесь вам надо постоянно держать фокус внимания на один какой-то конкретный вопрос, который вас беспокоит в тот или иной момент. То есть, если вы сейчас, не знаю, вас, допустим, финансовая сфера вас беспокоит, либо профессиональная сфера, вы должны постоянно себе ставить какую-то цель в голове. Например, там, я не знаю, хочу увеличить доход до n-ной суммы. Для чего он мне? Потому что вот благодаря этому у меня будет вот это, вот это. Вот держите фокус внимания все время, что я сейчас нахожусь на этой волне, и не держите внимания, например, на деньгах, а на то, что я сейчас нахожусь на этой волне, для чего? Потому что благодаря этому я получу вот это. И вот то, что вы хотите получить, вы это все время держите в своей голове. До тех пор, пока вы держите, вы как будто бы, знаете, ну, я не знаю, это как указатели вашему кораблю, да, вот выбирают маршрут и рассчитывают. Такая-то долгота, такая-то ширина. То есть это координаты в пространстве. Вот для вас координаты в пространстве на этой волне, чтобы вы могли управлять этой волной, они будут как раз-таки связаны с конкретно поставленной вашей задачей. То есть над чем вы сейчас работаете, что вы сейчас хотите. Проще говоря, ваше желание. Когда вы постоянно думаете об этом желании, не в плане того, что я хочу вот это, а у меня есть это. Вы как будто бы, не знаю, как на корабле, капитан, говорите, держим путь, либо держим маршрут, вектор, там, я не знаю, на счастье, все. И вот вы постоянно, будучи вот в этом состоянии, в котором вы находитесь сейчас, вот этой искрой, когда вы горите, вы себе напоминаете постоянно, вот это значит концентрация, о том, что я сейчас иду в направлении к своему счастью. Я иду в направлении, и при этом вы находитесь в состоянии открытости, готовности, что это счастье, оно уже есть. Вам нужно его просто замечать. Да, вы держите путь к нему, но оно уже есть, вам надо его в себе замечать. Потому что если вы просто будете говорить, что я держу путь, там, например, на счастье, на финансы, вы можете пропустить их. Они уже есть, но вы их можете... Почему? Потому что вы сфокусированы на... как-то, знаете, вот ограничиваете себя в каком-то конкретном, конечном результате. И тем самым вы... у вас возникают ожидания. И вот эти вот ожидания, они не состыковываются с тем, с той реальностью, которую вы создаете. Из-за того, что есть различия, вы их не замечаете. Допустим, вы настроились, там, я не знаю, на красный цвет. И если будет чуть-чуть малиновый, хотя это оттенок, да, там, красного, либо бордовый, но не совсем красный, он тоже вам подойдет. Вы его не заметили, потому что в голове себе поставили вот это. То есть здесь вам нужно стать прекрасным оператором. Вот оператором в плане именно фокусировки своих координат и поддержания своего внутреннего настроения, настроя, именно вот тех энергий, в которых вы пребываете сейчас. Кто-то может сказать, что, возможно, это сложно, но мы всему можем обучиться, да. И это один из навыков, которые, возможно, вам нужно выработать. Если он у вас есть, вам его нужно просто применять. Если нету, то вы как раз к этому обучаетесь. Это и есть уровень осознанности. То есть осознанность, это не значит, что у тебя какое-то просветление, да, либо в плане, там, знаний, ты вдруг неожиданно словил волну дзен. Хотя это, в принципе, то же самое. А именно вот в моменте здесь и сейчас. Это когда ты, просветленность, это когда ты включен в жизнь, как вы сейчас. То есть вы не работаете на автомате, да, то есть дублируя один день, который вы прожили с другим. А именно вы находитесь вот в состоянии, осознанность, это включенность, это готовность, это ощущение, это пропускание через себя все то, что с вами происходит. То есть не просто где-то шум там услышали, он где-то фонит у вас, нет. А вы его услышали, вы его словили, вы его прожили. Любое состояние, которое с вами происходит, вы его пропускаете через себя. То есть вы управляете. Вот что я хочу до вас донести. Не автоматизмы, которые есть внутри вас. Вот сейчас каким-то образом вы словили этот момент, что мы еще иногда называем, да, проживанием в моменте, в настоящем, в момент здесь и сейчас. И вы, возможно, его еще не совсем понимаете, что это вот про это. Возможно, у вас другое представление о моменте здесь сейчас. Вот то, что вы сейчас проживаете, это вот как раз-таки вот эта вот радость, да, будоражащая. Вот это вот радость. Почему оно вас будоражит? Потому что вы включены в это. А включены тогда, когда вы все проживаете, когда вы на все обращаете внимание. Ай, столько энергии затратила. Такая у меня была первая позиция, это то, что вас сейчас беспокоит. Позиция номер два. Красный камешек. Смотрим. Какие ваши внутренние переживания, чувствования больше всего вас сейчас беспокоит. Вишня, черешня. То ли вишня, то ли черешня. По-моему, черешня. Кто черешни кушает? Признавайтесь. Да, здесь черешня. Что-то у меня с черешней пошло. Хорошо. Какие внутренние переживания, да? Какие внутренние переживания сейчас? Ну, как обычно у двоек, да, хочу определиться. Хочу, хочу, хочу познать, хочу понять, да, хочу определиться. Какой мой путь? Куда мне идти? Что мне дальше делать? Кому-то, возможно, здесь состояние любви тоже важно. То есть хочу любви. Вот просто хочу, чтобы меня любили. Чтоб я любил, чтоб любила. Чтоб и меня любили. Такая, знаете, какая-то взаимность. Либо для кого-то сейчас очень важно, знаете, обратите внимание какого-то человека. То есть вы как будто, вы знаете, разворачиваете его к себе, да, вот посмотри на меня, да, я с тобой разговариваю, обрати на меня внимание. То есть, возможно, здесь для кого-то такое тоже может быть. Ну, здесь очень важно принять решение, да, здесь я вижу, как будто бы человек хочет с чем-то определиться. Уже, ну, долгое время, может быть, в чем-то сомневается. Да, здесь даже не сомнения, а какая-то такая, знаете, неопределенность. То есть, внутреннее метание, уже хочу определиться. Но здесь не негативные какие-то моменты, то есть не в плане того, что там расстаться, не расстаться. Нет, здесь не про это. Здесь метания такие какие-то, они приятные. Например, вы хотите выбрать, там, пойти на эту работу, либо на другую работу. И обе вам нравятся. И обе вас устраивают. Просто это два шанса. И они вам, для вас почему-то, ну, в равной степени важны. То есть здесь сложно определиться, потому что в равной степени вот эти два варианта, они для вас близки. Ну, это вот, как мы говорим, да, кого из детей ты любишь, да, вот старшенького, либо младшенького, да, ну, и казалось, блин, оба, оба, два твоих ребенка, как можно выделить? Каждый по-своему хорош. Не то, что один лучше, а другой хуже. Вот каждый просто по-своему хорош. Вот здесь что-то такое. Но, как это, я не знаю, что съесть, вишенку, либо малинку, да. Вот и та ягода, и то, и та ягода интересная и вкусная. Вот что-то здесь такое. В каких-то таких энергиях вы пребываете? Не знаете, там вы еще молитесь, ну, просите подсказки от высших сил, возможно, какого-то благословения, да, то есть знаки, покажи мне знаки. На свечи кто-то здесь жжет и говорит, вот прям, знаете, как-то. Ну, когда сложно самому как-то определиться, мы всегда ищем какие-то вспомогательные инструменты, благодаря которым мы сможем сделать выбор. Но здесь, знаете, какая такая интересная фишка? Любые инструменты, когда они находятся в наших руках, мы так или иначе на них влияем. И, по сути, получается, что то влияние наше на инструмент, которое мы используем, оно все равно идет от нас. То есть, исходя из этого, получается, что выбор-то у вас уже все равно сделан, но вот как-то вы по каким-то причинам, возможно, его не принимаете. То есть, то, что мы говорим, да, ответ всегда вас, а здесь вот в вашем случае именно вы знаете правильный выбор. То есть, если вы его еще не осознаете, да, это показать того, что вы не принимаете по какой-то причине именно этот вариант. Но выбор вы уже знаете. Поэтому, когда мы используем какой-то инструмент, мы влияем. И наше влияние, оно все равно идет от нас. Вот. Что еще? Какие еще здесь чувства, переживания вас беспокоят? Ну, вот я говорила про работу. Здесь как раз-таки и связано с... Знаете, здесь какое-то вот желание получить удовлетворение именно от материального плана. Удовлетворение какое-то, вот знаете, вот того вклада, который вы делаете, чтобы он нашел отклик во внешнем мире. Не знаю, совершая... Не знаю, что-то там продаете, к примеру, да. Либо, не знаю, какие-то действия делаете. Вот вы хотите, чтобы была какая-то, допустим, обратная связь от ваших клиентов. Там в виде денег, в виде благодарности, в виде еще что-то. Вот здесь такое. Кто-то здесь даже, например, задумывается о том, как реализовать что-то. Вот с этим тоже, кстати, выбор связан. То есть как я могу воплотить какую-то свою идею в материальном мире? Как я могу, там, я не знаю, у меня есть какой-то навык, какая-то способность, я не знаю, как ее монетизировать. Вот здесь такой момент тоже может быть. Здесь связано, знаете, с чем? С тем, что как будто бы есть какая-то несостыковка между, ну, это ваше понимание, между удовольствием и внешним миром, какой-то реализацией вовне. То есть, по сути, получается, что вот ваше удовольствие — это вода, а внешний мир — это земля. Они очень гармоничные, вот эти вот две энергии, да. То есть вода, она наоборот поливает землю и земля плодоносит. То есть вот здесь как раз-таки в вашем понимании как будто бы, ну, вот нету этого баланса, да, того, что мне нравится и как это монетизировать. То есть есть какая-то, есть какой-то диссонанс. И вот он вас напрягает. Хотя, по идее, это вот очень такие, я хочу сказать, братственные такие стихи, вот, и не должно быть этого диссонанса. А у вас он есть. Чем он связан? Ну, вот как-то просто с мыслями. Вам здесь нужно поменять ваше убеждение на этот счет. То есть не тот подход вы выбираете, не те мысли, давайте не то, что... Не те мысли вы выбираете, когда вы замечаете вот эту вот разницу, да, что, допустим, я не могу получать удовольствие от своих каких-то, я не знаю, продуктов, от своих действий. Почему? Потому что, я не знаю, может быть, есть вот это вот убеждение, что духовное и материальное, как-то вот оно не совпадает, да. И вот вам нужно, допустим, вот эту вот концепцию посмотреть по-другому, по другим углом, абсолютно по другим углом. То есть, например, не в плане того, почему духовное не соединяется с материальным, а разобраться, а что такое духовное, что такое материальное, на что приходят деньги, как, например, работают деньги, что это такое, это энергия. Например, попробовать разные высказывания в плане того, что, например, деньги – это любовь. Если мы возьмем с этой точки зрения, то вообще прекрасно все соединяется, потому что деньги – это материя, а любовь – это состояние, это и есть стихия воды. Вот эти вот состояния души, да, кубки в таком случае. Чем больше во мне любви, значит, тем больше приходят деньги. То есть вам просто надо поиграть здесь игра слов и мыслей, и понятий. Вот тогда вам да. Вот это вот да было в плане того, что мне просто показали, что кто-то говорит о том, что трансформация произошла у кого-то в голове, то есть кто-то, ну, что-то осознав, какой-то инсайт словил на этих моих словах. И вот прям как трансформация сознания, я это увидела прям, это классно получилось. Вот. Ну, вот такая. Вот такие энергии вы сейчас переживаете. Так. Позиция номер 3. Зелененький камешек. Смотрим, что вас сейчас волнует, тревожит, какие именно вот в момент здесь и сейчас вы переживаете состояния. Что вас беспокоит в плане эмоций? Внутренние переживания. Прекрасный аркан солнца. Возрождение, обновление. Кто-то словил здесь, хочется сказать, удачу, успех. Здесь есть движение. Здесь есть энергия. Здесь не про легкость и не про радость. А здесь про энергии, знаете, такого лидерского порядка, да. То есть я хочу вести за собой людей. То есть я четко знаю, я понимаю, куда я иду. И я помогаю как будто бы людям совершать какое-то вот действие, вот мотивационное, да. Вот вы их куда-то ведете. Вы идете и за собой людей ведете. И это классно. Это вам нравится, да. Здесь вот как, я не знаю, вступили в пионеры. Я не знаю, почему он мне пионеров показывает. Я просто вижу пионеров в красном галстуке и в красном чепчике. Или как она там называет? Пилотка, по-моему, называется. Боже, что я помню. Вот здесь вот что-то такое, да. И идете вперед. Какой-то вот пионерский отряд, да. Причем сплоченность. Сплоченность. Вы как будто бы, знаете, вот этой вот своей силой, да. Вы ведете за собой людей. Они вам верят. И тем самым вот свои веры как-то усиливают вашу энергию. То есть здесь вот такой обмен идет очень классный, здоровский. Здесь может быть, я не знаю, хоть сегодня не первое сентября, да, но такое ощущение, что вот кто-то ведет, я не знаю, детей в школу. Кто-то вот, то есть вот это вот пионерство, да, в первый раз. В первый раз в первый класс, в детский сад. Вот что-то здесь такое. Куда-то вы ведете, возможно, ребенка своего, детей своих. Это не как первое сентября показывают. Начало обучения, начало чего-то. Вот кто-то куда-то кого-то ведет. Вот это вот ваша энергия сейчас. Такой, знаете, уверенности. Приятные такие энергии человека, который вот верит в себя, четко понимает, куда он идет, что он хочет получить, для чего он туда идет. Вот сейчас такие энергии. И от этого, знаете, вот как-то радостно, что ли, светло на душе. Такая картинка, знаете, интересная сейчас показывает, как, не знаю, может быть, из какого-то советского фильма старого, когда мужчина идет по дороге, это, скорее всего, утром, да, вот может быть, там, 6 утра. Ну вот только-только начинает всходить солнце, еще людей на улице нету. Вот он идет как будто бы по дороге и проезжает машина, я не знаю, сейчас, наверное, таких нету, которые моют, кстати, я в Америке видела такие, которые моют дороги, поливают, вот тротуары, что-то такое. Есть машины, которые как подметают эту дорогу, да, как веники вот такие круглые, то есть машина двигается, и веники круглые они как подметают, а есть, которые дороги моют. Вот такое ощущение, что человек идет, и вот эта вот машина проехала, и его, ну, обончила, или как это, намочила, вот, облила, и он такой радостный, да, потому что вот лето, солнце, да, он мокрый, но вода-то чистая, и вот, не знаю, какое-то вот такое настроение очень приятное, очень такое благостное. Может быть, здесь кто-то устроился на работу, который долгое время как-то искал, хотел, и вот такой, знаете, хороший такой позитивный настрой на то, чтобы, ну, вот, не знаю, первый день на работе, и вот тянет на нее, и хочется, и ты полон силы, ты хочешь отдавать. Вот здесь вот какие-то такие позитивные энергии идут. Ощущение какого-то, какой-то победы внутри себя, на самим собой. Вот в чем-то вы победили. Здесь может быть еще и окончание тоже чего-то, то есть завершение какого-то этапа может быть учебой. Вот я не знаю, какое-то обучение здесь завершено, и вот вы получаете, что вы получаете? Нет, вы не получаете здесь диплом, ну, вот такое ощущение, что вот вы как будто бы понимаете, что все, обучение закончено. Я не знаю, вот как бывают такие, знаете, долгосрочные курсы, многогодовые какие-то, которые там, например, два-три года идут. Это не университет, это не школа, это вот какие-то курсы как раз-таки дополнительные, и вот такое, знаете, не знаю, курс рейки прошел, получил там какую-то степень, я не знаю, как там, правильно, я извиняюсь, кто занимается рейки, я не в курсе, не в теме, я так понимаю, какую-то ступень там проходите, то есть тоже есть какая-то своя иерархия, и вот, ну, то есть, по нарастающей, и вот вы такой, знаете, удовлетворенный, что вот теперь я получил как будто, знаете, как-то посвящение, что ли, но здесь не эзотерическое направление, здесь это вот скорее всего больше связано как-то с энергиями, какими-то знаниями, я не знаю, например, там прошел курс тандемного массажа, или еще что-то такое, тантрического, прошу прощения, то есть тантрический массаж, либо еще что-то, причем это было вот, там, не знаю, год, два, вот как-то так, и вот теперь я могу что-то сделать, здесь вот в таком направлении, то есть какой-то практик, может быть, телесные какие-то практики, да, здесь тоже могут быть, то есть, ну, прям такая радость, такое удовлетворение, прекрасно, я очень рада за троечек, еще какие переживания, чувства больше всего вас беспокоит, четверка кубков, здесь нету негативного понимания, здесь есть как раз-таки, знаете, еще вот такое ощущение, как бы заикариться в этом состоянии, вот в этом состоянии, знаете, комфорта, в котором мне хорошо, в котором мне приятно, я не хочу, вот такое ощущение, что вот вы как будто бы словили какой-то джекпут, какой-то куш, и у вас такая мысль где-то идет, подскудена в плане того, чтобы как-то, ну, вот как бы заикариться в этом состоянии, то есть мне так хорошо, я не хочу больше ничего, понимаете, вот, как мы говорим, я нашел, например, своего человека, все, мне больше другой, ну, вот никто не нужен, вот это вот мой, здесь такие мысли тоже проходят, даже не мысли, а переживания, что вот я больше ничего не хочу, я получил то, что хорошо, то, что я имею, вот мне хорошо, я вот в этом хочу побыть, ну, вот и выпадает шестерка жезлов, конечно же, про победителя, здесь вот внутреннее удовлетворение от каких-то, от достижения каких-то ваших амбиций, желаний, вот то, что вы хотели, вы получили, вот шестерка жезлов, да, все шестерки у нас по древу жизни, они находятся в сфере Тиферии, Тиферия это сфера, которая находится как раз-таки на среднем столбе, уравновешивание, то есть она находится в центре, она находится в гармонии, вот здесь получается, как будто бы вы словили какое-то внутреннее удовлетворение в плане ваших амбиций, а поскольку внутреннее, оно всегда соответствует внешнему, да, то есть что сверху, то снизу, что внутри, то есть снаружи, вот здесь как будто бы, вот это вот ваше внутреннее состояние, оно и сформировало внешний мир, то есть мир, он как будто бы подстроился под ваши вибрации, а у вас есть вот эти вот внутренние вот это вот удовлетворение своих собственных амбиций, своих собственных желаний, и вот прям, знаете, вот вам прям так нравится, вы прям так кайфуете от этого, у меня получилось, вот здесь мне что-то такое идет, я молодец, у меня получилось, а кто-то говорит, наконец-то, да, то есть не в плане того, что вы долго шли к этому, а, видимо, долгое время не было вот таких энергий, таких состояний, то есть, понимаете, вы идете вперед с высоко поднятой головой, то есть, знаете, может быть, долгое время не было вот этого вот ощущения, что мне как будто бы не стыдно, вот сейчас почему-то для кого-то из вас вот это вот состояние очень важное, и вы говорите себе, что вот, а мне не стыдно, вот теперь мне не стыдно, то есть, может быть, я не знаю, занимались Таро, и как-то боялись, скрывали, то есть вы что-то делали, вот, и как-то стыдно было признаться, а теперь как будто бы, знаете, вот такое ощущение, ну, как делаешь каминг-аут, что ли, что вот мне не стыдно, теперь мне не стыдно, вот я просто такой человек, это связано с вашим принятием себя, вы приняли себя, что шестерка, да, я сказала Тиферит, и солнце, оно тоже относится к Тиферит, а здесь у меня выпал аркан солнца, то есть здесь мы говорим о себе, Тиферит это наше солнечное сплетение, солнечное сплетение, это третья чакра, третья чакра это про наше эго, то есть это наше взаимодействие с социум, это про наше эго, вот здесь вот у вас есть полное удовлетворение, то есть ваше эго, оно получило полное удовлетворение. То, к чему вы шли, то, к чему вы стремились. Вот этими вот энергиями вы наполнены сейчас. Прям так круто, так здорово, мне очень нравится. Иногда бывают такие у меня состояния, когда я прям, знаете, от самих раскладов прям вот кайфую, потому что я проживаю классные такие вот состояния. И здесь вот как раз один из таких вариантов. Я благодарю вас за внимание. Жду, конечно же, вашей обратной связи. Всего вам самого наилучшего, прекрасной недели. Всем пока-пока.